В 1924 году фондом SCP была создана тайная специальная опергруппа, носившая кодовое имя повстанцы, о существовании которой было известно только Совету О5. Верхушка повстанцев состояла из членов МОК Альфа-1, Багряная Десница, славившиеся своей лояльностью Совету О5 и полной секретностью происхождения, личностей и операций. В помощь этой верхушке осуществляли специалисты по исследованиям безопасности и разведки, набранные из персонала фонда. Для большей части фонда и аномального мира повстанцы выглядели как отколовшаяся группа, дезертировавшаяся несколькими исследователями и аномальными объектами. В действительности Совет О5 создал повстанцев для выполнения миссий, методы осуществления которых были сомнительными этически, а результаты политически, при этом сохранив незапятнанную общественную репутацию фонда. В течение примерно 24 лет повстанцы работали под видом беглецов из фонда, используя аномальные объекты для секретных операций, ведомых только Совету О5. В 1948 году в ходе обыденной, казалось бы, операции повстанцы похитили ряд объектов SCP, находившихся на содержании фонда, и доставили вместе с десятками дезертиров исследователей в различные безопасные места. В тот же день ими было предпринято несколько других незапланированных набегов на учреждения фонда. Повстанцы захватывали SCP-объекты, имевшие большой исследовательский и военный потенциал, и нанесли тяжелый урон персоналу фонда. Большая ложь фонда стала реальностью. Его тайная команда для секретных операций дезертировала, и фонд столкнулся с новой угрозой организации, отныне называющей себя новым именем повстанцы хаоса. Совет О5 был ошеломлен. Предательство или даже малейший намек на отступничество со стороны сотрудников Багряной Десницы было событием беспрецедентным. Мотивы измены повстанцев до сих пор неизвестны фонду. Все попытки найти, задержать или уничтожить беглых оперативников повстанцев провалились. В самом фонде эта информация засекречена, и утверждается, что предательство повстанцев произошло в 1924 году, а фактическое дезертирство в 1948 было просто нападением уже отколовшейся организации. Современные повстанцы хаоса имеют некоторое сходство с организацией, их основавшей. Окутанный тайный комитет Дельта, Дельта Команд, отдает приказы низшим чинам. За исполнением приказов комитета следит гамма-класс, исследователи и военные командиры, а полевой работой занимается персонал, не наделенного такими полномочиями бета-класса. Сотрудники альфа-класса часто набираются из лиц, совершенно не обладающих знаниями об аномальном, нередко купившихся на предложения работы, потому что альтернативой является жалкое существование вне аномального мира. Это чернорабочие, многочисленные и расходные. Повстанцы разделены на два отдела – военный и исследовательский. Ячейки обоих отделов работают независимо друг от друга и не осведомлены о точных целях и действиях других ячеек. Новобранцы получают инструкции от своих начальников и обязаны следовать им беспрекословным, не зная, что каждое их действие является частью большого плана, разработанного комитетом Дельта. Им говорят, что они участвуют в масштабном восстании против анархии статуса КВО, мира, где компромиссная реальность сама по себе является иллюзией, великой ложью истории, посеянной фондом. Их убеждают, что при помощи аномалий они строят утопическое будущее, где власть человечества над всем сущим реальна, а не призрачна. Но кто бы мог уверенно сказать, к чему на самом деле стремятся повстанцы хаоса? Добро пожаловать в будущее. Пожалуйста, присядьте, доктор Харс. Я доктор Рой. Пожалуйста, не смотрите вот так. Я очень извиняюсь за обыск, но мы должны были быть полностью уверены, что вы пришли с добрыми намерениями. За последние пару месяцев несколько человек старательно хотели создать нам проблем, но хватит об этом. Наш друг в организации дал нам отличную подборку информации о вас, доктор Харст. Конечно, у нас есть свои люди в организации, например, ваш друг Дэвид. Только на прошлой неделе он отправил нам информацию о шести потенциальных рекрутах. Дэвид дал вам блестящую характеристику. Именно то, что нам нужно. Блестящий ум. Способный делать то, что нужно делать. Собственно, последний меня вдохновляет больше всего. Ну-ка, посмотрим файл, давайте. О, вы были вовлечены в инцидент на Аляске. Это просто великолепно, вы должны гордиться. Одни только результаты исследований оказались крайне полезными, как я могу заметить. Небольшие потери, да. Но в нашем деле они неизбежны, верно? И вы использовали другой объект, чтобы остановить это. Вы должны быть с нами, я вам так скажу. И в организации вы только зря тратите время. Думаю, самое время сказать вам, чем мы занимаемся. Строго говоря, мы весьма похожи на ту организацию, которую вы только что покинули. Я признаю, что мы не настолько велики. Но я уверен, что наша сама суть позволит нам достичь большего. Намного большего. Вы сами увидите это, работая с нами. Сейчас в нашем ведении находится 326 объектов. Хотя с вашим вступительным взносом у нас уже 327. Возьмите, к примеру, сыворотку очеловечивания. Вкалите ее в любое животное, и оно трансформируется, чтобы принять приблизительно человеческую форму. Они просто хранят имеющиеся ее образцы. Но у нас есть идея получше. Мы ввели ее в человека. О, результаты. Вот чем вы будете заниматься. Делать то, что неправильно. Потому что никто больше не способен это сделать. Во благо мира, доктор. У нас намного больше подопытных, чем в организации. Власти в странах, где мы размещаем свои базы, платят нам, чтобы мы забирали их нищих, их убогих, их бесполезных подданных. У людей, которых мы используем, ничего нет. И они сами ничто. Но когда мы берем их и используем, они наконец-то становятся чем-то. Не так ли? Они будущее. Я надеюсь, что в будущем войны будут вестись не оружием. Они будут вестись невозможными вещами. Войны будут заканчиваться практически мгновенно. Они будут завершаться еще до того, как начнутся. Я не злодей. То, что мы делаем, делать необходимо. На первые два месяца мы дадим вам 30 подопытных и доступ к двум объектам вертига. Вы бы назвали их безопасными, мы же нет. Привнесите светлые новые идеи, доктор, ради светлого нового будущего. Ха-ха. Вы впечатлите меня, доктор. Я уверен, вы превзойдете все наши ожидания. Вы будете использовать эти объекты на подопытных. И я уверен, вы знаете как. Пробуйте, пробуйте снова и снова. Пока все не станет на место. И у вас в руках окажется не объект, которому там не место. Когда в ваших руках окажется оружие, значит у вас получилось. Еще один маленький шаг, доктор. Еще один маленький шаг. О, название. Мы – это небольшая сила, стоящая против потока невозможности. И эта небольшая сила ищет пути создания логики из нелогичного. Может ли быть лучшее название, чем повстанцы хаоса? Продолжение следует...